Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Елена. — Напоминаю нашим телезрителям. У нас прямой эфир. Телефон студии 202-11-22. Звоните. Мы готовы не только между собой поговорить, но и с вами. Выслушать ваши истории, ответить на какие-то ваши вопросы. Да? — Все верно. И я сейчас слушал вас и думал, ну, наверное, когда мы с вами говорим, мы в какой-то степени с людьми тоже разговариваем. Пусть не так напрямую. Но звонков мы действительно ждем. — Разговариваем. И по отзывам наших телезрителей иногда мы с вами здесь так разговариваем, что со слов некоторых телезрителей не хочется вклиниваться, не хочется нас прерывать. — Ну, по крайней мере, польстим себе немножко этим откликом. Ну, этим откликом можно себе польстить. Я так это для себя понимаю, что мы уже начали передачу, мы уже начали разговор, камеры включены. — Во-первых, я хочу сегодня поздравить моих коллег-психологов с Днем психолога. Сегодня он широко и всесторонне празднуется. Я знаю, что это очень сложная, хотя иногда кажется очень легкая работа. Там месяц кто-то проучился и уже психолог. Ну, в общем, психолог стал таким жителем анекдотов. Но при этом это действительно очень сложная деятельность, очень сложная работа. И хочется коллеги вас поздравить, пожелать, пожелать, чтобы вы сохранялись в своей профессии и могли, сохраняя себя, помогать людям, которые к вам приходят. Все остальное, наверное, приложится. — Я хочу присоединиться к поздравлениям, потому что действительно это профессия, которая требует непрерывного обучения. И сколько бы специалист не думал о том, что он все знает, люди, которые приносят свои уникальные какие-то истории, всегда ставят новые, можно сказать, уникальные задачи перед специалистом. — В общем, в каком-то смысле можно сказать, ну, это мы так, вступление, что психолог — это специалист по тому, чего нету. То есть для большого количества людей психологии в том виде, в котором не экспериментальная психология, а вот такая помогающая психология иногда вызывает массу вопросов. Одни сравнения и какие-нибудь, так сказать, публикации в соцсетях показывают, ну, там, какая-нибудь картинка, заснеженная дорожка, все красиво, и внизу подпись «Лучше тысячи психологов». То есть это о том, что психологи такую малую ценность имеют, да, или что их можно заменить, в общем, тут можно по этому поводу подискутировать. Или наоборот, они имеют большую ценность, что с ними сравнивают с их работой, сравнивают природные какие-то явления, да, или там спортзал, или еще что-то. То есть психолог стал неким таким мерилом. И, в общем, неотъемлемой частью нашего общества. Ну, само слово «психология», оно в нашу жизнь и в лексикон вошло, сейчас все больше входит, даже, не знаю, лет 10, мне кажется, 15, уж точно 20, так вот не говорили об этом. Ну, наверное, наверное, входит и масса других ответвлений психологии. Вот. Ну, я не знаю, если кто-то из коллег или наших зрителей захочет эту тему развить, просто эта тема такая, скорее, ну, как, о юбиляре можно много говорить, да, и широко, и всесторонне, и сравнивать. Перейдем к следующим тостам. Перейдем к следующей теме, может быть, к той, которая, по крайней мере, вызывает у меня вопрос, и я бы хотел ее предложить. Вот. Мы уже говорили с вами периодически, мы говорим о молодых людях, ну, примерно, скажем, 18-22, то есть это заканчивающие учебу в школе молодые люди, и там первый, второй, третий курс. Вот. Я думаю, что в моих последних, по крайней мере, консультациях мы с этими молодыми людьми набрели на интересную тему, я бы хотел поделиться. Вот. Приходит ко мне в кабинет, значит, мой пациент, который, ну, регулярно ходит, да, или там пациентка, и говорит, за эту неделю, я спрашиваю, как дела, что, что, он говорит, за эту неделю ничего особенного не произошло. То есть вот ничего, никаких событий особых не происходило. Я сейчас говорю, в общем, наверное, не столько о категории, но некой группе людей, вот, обозначенного возраста, которые, я бы их собрал в группу только по, вот, может быть, этому критерию, да, ничего особенного не происходит. И если медицинским языком говорить, это жалобы на, ну, или отчеты, да, самоотчеты о том, что вот как-то ничего не мотивирует, как-то все, в общем, просыпаться и идти особо никуда не хочется. Ну, в общем, не загорается, не зажигает, не прет, не так далее, да, разными терминами. Психиатры, возможно, бы использовали термин апатия. Такие апатические люди, вот, ну, может быть, депрессию где-то углядели бы. Но меня заинтересовал этот момент, вот, я приглашаю вас к этому разговору, момент в том, что, а что значит ничего не происходит, то есть каких событий вы ждете? Да, идея основная в том, что, наверное, я начну выздоравливать, там, поправляться или выбираться из проблем, если в моей жизни начнет что-то происходить, будут какие-то события. А какие события должны происходить? Ну, не знаю, какое-то озарение у меня в голове должно быть, да, что-то, что-то должно такое кардинальным образом поменяться, что-то я должен захотеть. То есть, чего-то такого существенного не происходит. И дальше мы организовали разговор, вот, несколько таких встреч было, и мы к интересным таким, может быть, выводам пришли промежуточным, что, по сути, это событие есть. То есть, когда человек говорит, в моей жизни ничего не происходит, он имеет в виду что-то другое. Что значит есть событие? Ну, он с кем-то встречался за эту неделю, он смотрел какие-то фильмы, да, может быть, читал какие-то книжки. Да, не знаю, кассир в супермаркете нагрубил, да, или наоборот улыбнулся. Ходил учиться, ходил. То есть, речь... Кто-то вкусненькое съел, может быть. Да, вопрос, да, вопрос так формулирован. Почему события, которые, которые у меня, безусловно, в новостях масса всего происходит, да, почему события, которые случались, в которые этот человек был включен, почему они не стали, ну, событиями, да, я так тавтологически, да, почему они не были записаны как события, почему в отчете за неделю, ну, в таком самоотчете, да, перед психотерапевтом, я вот сейчас вам говорю и думаю, что я вполне могу в эту проблематику поместить и взрослых людей, которые приходят и говорят, в моей жизни ничего не происходит, ну, там, неделю, две, три, там, месяц, я не знаю, год. Вот интересная эта тема о том, что происходит масса всего, может быть, у нас, я не знаю, так, если сравнивать, мы любим все сравнивать, в единицу времени в мире сейчас происходит столько событий, что, может быть, там, ну, я не знаю, миру, там, 30 лет назад не снилось, ну, я имею в виду, какие-то новые открытия, там, 8-миллиардный житель родился, там, еще что-то, да, где-то горе и беда происходит, да, совсем рядом, и как, как в этом ничего не происходит. Вот такой парадокс возник, да? Это вопрос мне адресуете, нашим телезрителям? Я его адресую себе, я уже немножко, мы в этом плане подвинулись, я так, беру паузу, чтобы вы прониклись, может быть, но прониклись этим вопросом. Я поймала себя на мысли, когда вы начали перечислять то, как преподносит, ну, мы говорим, условно, про ваших пациентов, да, или там, про любых других гипотетических людей, преподносит, вот ничего не происходит, да, ничего не было. Я услышала в этом, ну, не знаю, почему именно такая фантазия возникла, некое обвинение кому-то или к чему-то, что где-то, что-то это застряло по пути ко мне, ну, или оно досталось кому-то другому. Ну, не знаю, у моего соседа по парте вот там произошло событие, да, а у меня почему-то нет, то есть в этом есть вот какое-то обвинение кому? К событию? То есть кто вообще, в принципе, в жизни взрослого человека должен создавать эти события, да, вообще, как человек в этих событиях происходит. И почему-то дальше мысль у меня пошла, немножко попробовала заглянуть в прошлое вот этих детей, там, да, 15, 18-20 лет. Не знаю, пришла идея, что в детстве дети, в принципе, склонны обвинять окружающих, ну, там, родители виноваты или сверстники становятся виноваты, я не знаю, в детском саду, а, меня там ветка ударила по лицу, это ты виноват, потому что ты там что-то подумал. Ну, смотрите, ветка по лицу – это же событие, почему это произошедшее событие не становится таким, о котором можно рассказать и положить его в копилку, в корзинку с произошедшим? Ну, если мы собираем за неделю корзинку, да, мы кладем удар веткой по лицу. Почему так? Ну, если конкретно с этим примером, про ветку, то там мне представилась ситуация, где дети учатся, пытаются какое-то взаимодействие, коммуникацию друг с другом выстроить. Они ее исследуют, тестируют границу друг друга, если хотите, ну, или как-то вообще пробуют на вкус, что это такое общение с другим человеком, со сверстником, например. Не знаю, что с коммуникацией и с общением происходит. Почему, например, вот ценность общения с другими людьми не становится действительно тем событием, про которое можно было бы рассказать? То есть, говоря другими словами, почему коммуникация происходит, коммуникация как направленная речь и услышанная речь, да, как вот у нас с вами вы сказали, я сказал, коммуникация происходит, но мы в какой-то момент, ну, может быть, кто-то, да, про самого себя говорит. То есть, мы сотрясали воздух в направлении друг друга, да, запускали звуковые волны, но коммуникация происходила, а общение не происходило, да. Что значит, что не происходило общение? Но, опять же, чего-то в этом разговоре не было, а может быть, было, может быть, как вы говорите, мне понравилось это, да, у кого-то, ну, этот почтальон, который разносит события, вот эта вот сова с письмом, которая прилетела к Гарри Поттеру, она улетела к кому-то другому, да, и интересно, ну, во-первых, к кому она улетела, я знаю, что точно, что она летает. Ну, это озарение, да, вы еще про озарение говорили, да. Вот, почему сотрясание воздуха происходит, а общение не происходит, да, почему это не становится событием, или почему я в институт съездил, ну, возвращаясь к моим пациентам, да, но ничего нового из этого не произошло, или почему я сходила или сходил на свидание, но я это в копилку к себе не могу положить событий, о которых я говорю на приеме у психотерапевта, да, или, ну, самому себе я не могу это, вот, про дневник мы говорили, некоторые люди ведут дневник, и иногда такие записи бывают, что они стереотипные, ну, там, встал, еще что-то, то есть, грубо говоря, в дневник эти события не попадают, что я пошел и поговорил с Машей, с Петей, там, я не знаю, с мамой, с папой, еще с кем-то, да, с продавщицей, как вы говорите, это не стало событием, вот, интересный момент, я к чему это еще веду, очень часто можно слышать, что, например, родители этих молодых людей и окружающие говорят, у вас не происходит, потому что вы не делаете, то есть, начните делать, и тогда у вас будут результаты, парадокс, интересный, на мой взгляд, в том, что они делают, то есть, у нас возникла еще одна метафора, связанная с собиранием урожая в одном, в одной встрече, да, речь идет не о том, что они не кладут зерна в землю или там не опрыскивают яблони, чтобы они, у них все вырастает, но урожаем они не могут воспользоваться, то есть, урожай не идет в дело, урожай не идет, урожай событий, да, не становится тем, что могло бы напитать человека, то есть, грубо говоря, они так же, как и мы, ходят, ну, я буду перечислять, в институт и так далее, ездят, читают книжки, ходят на занятия какие-то дополнительные, да, они делают не меньше, чем все остальные, но у них не происходит чего-то, то ли почтальон не доносит, да, то есть, как будто есть какая-то сила, которая, как это, капельку добавляет чего-то к этим событиям, к этим происходящим каким-то моментам, и вдруг оно становится индивидуально окрашенным, каким-то важным, да. Как будто бы действительно, вот, молодой человек, там, пусть будет, как он мне представит, мне, наверное, проще одного, наверное, кого-то представить, чем вот сразу нескольких, как будто бы он не чувствует себя хозяином собственной жизни, а вот действительно где-то есть хозяин, который по заслугам, там, или еще по каким-то критериям за красивые глаза раздает вот события, озарения, откровения, встречи какие-то вот эти уникальные, да, там, может быть, какую-то любовь такую. Что делает встречу уникальной, что делает встречу наполненной любовью? Как будто бы, если я не хозяин собственной жизни, то тогда у меня нет критериев, я не знаю сам, как мне в этом разобраться, то есть, как я могу расставить метки в своей собственной жизни и найти вот эту уникальность, значимость, собственную значимость, важность, важную встречу. А как стать хозяином? Ну, сразу возникает вопрос, да, мы здесь по лесенке двигаемся, ну, у вас интересная гипотеза, мне просто сразу дальше, да, а я представляю себе... Я просто подумала, что мне хочется впасть в дидактический пафос и начать говорить, начать самому принимать какие-то решения, там, да, никого не обвинять. То есть у меня почему-то много какого-то такого сурового родителя какой-то во мне проснулся. Очень классно, что вы это сейчас выражаете, потому что это очень хорошо отражает то, что эти ребята, эти молодые люди слышат вокруг, они именно этот пафос и слышат. И фишка, и загадка, может быть, задачка, я бы так сказал, в том, что этот пафос порой не работает, да. То есть у нас получается, как говорил Перлс, собака сверху, собака снизу, вот этот пафос лает сверху, да, предписывает что-то, говорит, что вы лентяи, лоботрясы, вы ничего не хотите. Я очень много это от педагогов слышу, которые сейчас массово... Или они говорят, это не обязательно так, они же говорят, иди и учись вот так, иди и карьеру свою строй вот так, иди и общайся вот с такими-то девочками и мальчиками. То есть еще же в этом, это же не обязательно, что ты что-то не так делаешь, а когда... Хорошо, но здесь возникает вопрос вот какой. Ведь те ребята, которых я описываю, это не лоботрясы и глупые какие-то, не читавшие ничего молодые люди. Это очень часто отличники, это очень часто медалисты, это посетители в школе массы кружков, это люди, сдавшие ЕГЭ на баллы близкие к ста, и уж точно заподозрить их в том, что они мало вложили сил, невозможно. Здесь какая-то другая штука работает, да, и вот, причем работает не у одного человека, это так вот, поэтому я сегодня с этим вышел, да, работает в какой-то общности. Может быть, там наши зрители что-то об этом знают, или, может быть, они как-то так впервые, может быть, смотрят. Потому что, ну, вот традиционный этот подход, раз ты ничего не хочешь, значит, нужно встать и идти. Встать и делать, да, там, я не знаю, ты захоти, ты попробуй. Идея о том, что они и так уже делают, она не укореняется. Раз ты не хочешь, раз у тебя не получилось, значит, ты мало делал. Возможно... Нет, но это действительно странный посыл, если вы описываете людей, которые, ну, много что сделали. То есть они умеют ставить цели и достигать их. Ну, по крайней мере, давайте так... Но этого мало, или этот этап прошел, ЕГЭ сдано, а дальше... Какая дальше следующая цель? Закончить институт с красным дипломом, но нет жизни, взросления... Какие-то другие задачи ставят. Тоже не становятся событием, достижения цели. Мы сегодня обсуждаем вопрос, например, который вот на одной из прошлых встреч у меня, на консультации, человек говорит, ну, вот я достиг, мой там ролик, выложенный куда-нибудь на Ютьюбе, собрал там огромное количество лайков. Я говорю, это стало для тебя событием? Он говорит, стало. На какое время? Он говорит, ну, может быть, на день или на два. Я говорю, а дальше что? Я правильно понимаю, что ты сейчас живешь в реальности, где вот это событие было, но оно мало что теперь значит? То есть оно вызывает только грусть, воспоминания, тоску, и оно не находится в этой лукошке, в этой корзинке собранного, ну, урожая, грубо говоря, да, того, что могло бы человека укреплять. Того, чем человек мог бы, ну, если, может быть, не гордиться, то хотя бы знать, что это что-то важное, что это не приходящая какая-то ценность для него самого. Это не ценность на один-два дня, да, а это что-то, что легло в основу и туда уже, оттуда никуда не девается. И другие события будут ложиться в основу. Эти ребята описывают еще себя как ощущающими отсутствие основы, отсутствие какой-то базы, да. То есть, еще раз, события происходят, они в них вкладываются, но это все как вода в песок. Вот какая интересная тема, да. Да, я хочу вернуться к этому вопросу, который вы задали, как стать хозяином собственной жизни. И вот про отсутствие опоры. Мне кажется, можно поисследовать, ну, каждый человек сам со своей жизнью, наверное, это исследование проводит. Вот когда я сдаю ЕГЭ, там же много вот этих больших фигур вокруг, родители, учителя, там еще родственники, там, не знаю, соседи иногда бывают включены в эту сдачу ЕГЭ. И как будто бы жизнь, вот, выпускника школы, она обусловлена только вот этим ЕГЭ. Все вокруг него крутится, все положено на алтарь этой сдачи. И во многом это, чтобы, наверное, успокоить вот это окружение, которое тоже включено тем или иным образом в эту сдачу ЕГЭ. Ну, то есть, ребенок, ну, все равно еще ребенок, да, одиннадцатиклассник, он, ну, не живет собственной жизнью, он не хозяин собственной жизни. А тут вроде все сдал ЕГЭ, и для многих семей это вот такая прям отсечка к началу взросления. Все, поступил в институт, молодец, теперь ты по-взрослому. И тогда, не знаю, на Ютубе собирать лайки, это тоже было для кого-то, кому-то доказать? Лена, это очень интересная логика, и я думаю, что я ухватил. И это один из важных аргументов, но мне кажется, тоже шаткий. Логика какая? Ты не хозяин, потому что ты не делаешь то, что хочешь ты. Ну, не совсем так буквально. Ну, или хорошо. Ну, я сознательно заостряю. Это как будто бы отрицание внутри себя, что я делаю то, что я хочу. Потому что мне все еще продолжает казаться, что я делаю это для того, чтобы получить, ну, условно, любовь или признание окружающих. Или чтобы успокоить их, чтобы они ко мне не приставали. Чем я там занят. Ну, потому что я тоже, общаясь с людьми, иногда эту штуку слышу от людей, где они начинают анализировать в кабинете или специалисты, или смотря какие-то ролики. Где они думали, что они делают что-то для того, чтобы удовлетворить родителей, даже уже во взрослом состоянии, неважно, в 30-40 лет. Но потом они удивительным образом обнаруживают, что, оказывается, на самом-то деле они делают то, что они хотят. Но почему-то думают про это, про свой собственный выбор через призму вот этих отношений с родителями. А не через призму своих собственных отношений с собой. Не знаю, понятно говорю? Я думаю, понятно, но здесь еще, ну, как мне показалось, я понял, здесь еще и может быть такой вопрос. Ну, они могли это делать, ну, не знаю, да, не выходить замуж или не жениться, потому что родители болеют. Или потому что родители какой-то там, ну, кошмар происходит друг с другом, да. И этот ребенок, все более и более взрослым становящийся, он, ну, при родителях, он как-то склеивает эти отношения. И он, да, в кабинете он может сказать, я прожил с родителями, с мамой, например, да, или с папой. Может быть, это не обязательно два. И чаще это не два, а вот кто-то с кем-то, да, там, сын с мамой, например, да. Вот, я прожил, ну, потому что это самое, потому что это было нужно маме. Но даже и в таком, а вы говорите дальше, может быть, он осознает, что это нужно было и ему, то он почему-то не признает это. Ну, потому что хотя бы ему было страшно жить отдельно, потому что надо каждый день готовить себе еду какую-то и стирать. У меня вопрос, ну, вот, я не очень уверен всерьез, что школьник вполне себе понимает, что ЕГЭ это нужно ему. Ну, не понимает, потому что снаружи какое-то давление. Сейчас не про ЕГЭ, да, а то, ну, чтобы это самое, лишний град камней на себя не собрать. Вот, взрослые, большинство взрослых не до конца понимают, кому это нужно, да. Ну, это нужно моему сыну, это нужно нам, это нужно школе, еще что-то. Вопрос вот какой, можно ли делать что-то, что нужно другим и при этом быть хозяином собственной жизни. Те ребята, о которых я говорю, они ходят в институт. Нужно ли это им? Они не до конца понимают. Формально они вам ответят, да, конечно, нужно, потому что образование ценится, потому что я буду получать больше денег. Они, это родителям может казаться, что они вот этого всего нарратива дидактического не знают. Они знают, то есть их вот так спроси, они на пятерку ответят, зачем нужно ходить в институт. Там, я не знаю, начинают ли они работать, потому что это им нужно. Они, конечно, скажут, потому что там деньги нужны и так далее. Нужно становиться взрослым, нужно жить отдельно. Нужно там еще какой-то вот это все, оно, ну, как будто имеет такой общечеловеческий какой-то характер. Психологи, мы, кстати, об этом много говорим и подливаем масло в огонь, рисуя, как человек взрослеет, да, и как правильно человек. Что значит быть правильно взрослым, да? Правильный взрослый у нас есть, ну, это же, ну, в определенном смысле тюрьма и ячейка, как ее описывают. У нас много времени, и мне хочется сказать, что значит неправильный взрослый. Что значит неправильный взрослый? Неправильный взрослый, который делает что-то, что приносит ему радость. Вот, это замечательная перевертыш, я тогда вот, как хочу закончить, наверное, нам и коллегам-психологам пожелать, чтобы мы как-то, наверное, неправильных взрослых тоже берегли в этом мире. И сами, может быть, во многом, я знаю, что психологи это неправильные взрослые, ну, не всегда правильные. И в этом тоже есть определенный такой парадокс. Ну, психологи неправильные взрослые, да, потому что все-таки проходя обучение, вот не в течение месяца, да, про которое вы сегодня упомянули, а какое-то такое последовательное, ну, как я вижу, многие занимаются какими-то еще другими делами, хобби появляется, да, они вспоминают, что они хотели что-то творить руками, кроме того, чтобы вот начать творить с людьми творчество, они начинают организовывать общение, общественные организации, конференции, мероприятия какие-то, и все это на общественных началах, не получая за это дополнительных денег каких-то. И это им приносит радость. Я даже думаю, что степень взросления психолога, по крайней мере, как я вижу, это сначала путь в профессию для того, чтобы стать правильным, а потом некие действия для того, чтобы сохранить и освоить свою неправильность. Вот, наверное, я бы так сказал. И тогда это помогает тем людям, которые к ним приходят. Спасибо, уважаемые телезрители, что были с нами. От себя могу пожелать в День психолога. Ищите поводы для радости, создавайте их себе сами. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok